Сежеин глядит по будущим, и блажен Раби Божи, обрящих дящам. Творение святителя Игнатия Брянчанинова называют духовной сокровищницей. Ее епископ Кавказский собирал долгие годы с одной целью – подробно и точно описать и разъяснить тот духовный подвиг, который должен совершать христианин ради своего спасения. Только тот, кто усвоил себе правильный взгляд на земную вечную жизнь, писал он, сможет стать истинным христианином, наследником вечных благ. А еще святитель Игнатий часто повторял, что жизнь земную мы должны проводить в приготовлении к вечности. И о том, каким может быть это приготовление, мы говорим на наших уроках с протеереем Андреем Каневым. Читая слово о смерти святителя Игнатия и разбирая главу «Разлучение души с телом», мы обратили внимание на то, как порой ответственно люди готовятся к некоторым важнейшим событиям в своей жизни. Взять, например, события, связанные с рождением, будь то рождение ребенка или рождение семьи, то есть свадьбу. Какая мощная, там идет подготовка. А разве рождение человека в вечности заслуживает меньшего внимания? Однако в этом случае большинство людей никакой особой подготовкой не занимаются, если не считать внешнюю, там оставить завещание или собрать пакет с одеждой. Потому отец Андрей уточняет, готовиться мы обязаны, но не к смерти, а к вечной жизни. И важно понимать, что подготовка к ней и земная жизнь христианина, та, в которой есть место покаяния, участие в таинствах церкви – это один и тот же путь, один и тот же процесс. Святитель Игнатий также обращает внимание на эту взаимосвязь. Он пишет, что все святые понимали значение такого перехода для человека и приготовляли себя к роковому смертному часу, страхам и плачам. И далее святитель приводит пример того, как воспринимали свою готовность к переходу в вечность великие подвижники, так во время кончины преподобный Ава Агафон не был уверен, угодил ли он Богу, хотя по жизни всеми силами он старался исполнять заповеди Божии. Он говорил братьям, стоявшим рядом, «Не могу уповать на жительство свое, потому что один суд человеческий, а другой суд Божий». Преподобный Агафон скончался с радостью, пишет святитель Игнатий. В жизни он строго и постоянно следил за собой и часто повторял, что без тщательнейшего наблюдения за собою человеку невозможно достичь преуспеяния. Таков путь ко спасению. Святые угодники Божии, продолжая святитель, непрестанно рассматривали себя, непрестанно находили в себе новые недостатки и, находя их, более и более погружались в покаяние, которое очищало и усовершенствовало их для неба. И напротив, лютая рассеянность и многопопечительность всегда соединены с глубоким неведением себя, а такое неведение всегда очень довольна и гордо собой. Многие обольщают себя, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, суетным упованием. Они думают, что получат Царство Небесное, высоко мечтая о себе в сердце своем. Много званых, потому что Бог призывает многих и даже всех, но мало избранных, мало спасаемых, малодостойных избрания. Призвание – дело Божие, а избрание или неизбрание зависят от нас. Очень интересная мысль, что званых много, избранных мало. В народе часто рождается такая мысль – ну, это не для меня. Не для меня пришла весна, если такая песня. Что-то кто-то там избран. Но мы, в отличие от протестантов, кальвинистов, не верим, как православные, не верим, что есть предопределение, что человек обязательно родился, и он обязательно создан уже для ада. Нет такого. То есть призваны все люди без исключения для спасения. Но поскольку мы свободные, и дар свободы у нас остается, и возможность выбора жизни, выбора борьбы с грехами или не борьбы, с грехами, направления своей жизни. Быть избранным, оказывается, зависит от самого человека. Смотрите, какая-то замечательная мысль. Не так, что там, вот я грешник, ну так я ими буду. Ну а да как, порой такие вещи слушаешь, кажется, ты понимаешь вообще, о чем говоришь, нет. А человек говорит, вроде бы, там, в сознании находится, не бредит. Вот, а правда-то в том, что истина Божья в том, что человек каждый призван, но будет избранный, нет, от него зависит. Именно об этом говорит Господь в притче о брачном пире. С ним сравнивает Спаситель Царство Небесное. Этот пир устроил царь для своего сына, и туда было приглашено много гостей. Но они пренебрегли приглашением, поскольку были заняты своими, как им казалось, важными делами. А кто-то и вовсе убил рабов, пришедших позвать их на пир. Тогда царь сказал рабам, брачный пир готов, а званные не были достойны. Пойдите на распутье, так в те времена называли города и села язычников, и завиде на пир всех, кого найдете. Рабы выполнили приказ царя, и пир наполнился гостями, и злыми, и добрыми. Пойдя посмотреть на них, царь обнаружил человека, одетого не в брачную одежду, и спросил у него, как тот вошел сюда в таком неподобающем виде. Человек молчал. Тогда царь приказал слугам связать его и бросить во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Вот вопросы часто возникают. Но он же не виноват, он нищий, хозяин нищих набрал. Где там бомжи с помоек, где у них там белая одежда? А оказывается, вот вся интересная притча в чем? В том, что по традициям свадьбы, вот вы про свадьбу говорили, да, что сейчас люди готовятся, сценарий пишут и так далее. Определенно был сценарий, ну, поскольку свадьба – это религиозное действие было, да, в традиционном культуре, в первую очередь. Была особая подготовка, то есть для каждого человека шилась одежда, представляете? Вот толкование, интересно, тут нашлось. И оказывается, для этого человека одежда тоже была приготовлена, он сам ее не одел. Не потому, что он был бомж там, и на помойке, естественно, ну, не нашел на свадебную одежду, а потому, что, приходя в этот дом, он должен был омыть ноги, омыть лицо, одеть одежду, которая вот приготовлена. Он игнорировал правила, и потом был изглан из этого пира в муку вечную, где скрежет любовь, опять же. Вот интересно очень. Святые угодники знали, призвание – это дело Божие, а вот избрание или не избрание брачного пира зависит от нас. Как от нас зависит и то, в каких одеждах мы окажемся на этом пиру, насколько внутренне мы к нему подготовимся, увидим ли свои недостатки, омоем ли их слезами покаяния, очистим ли душу свою и усовершенствуем ее для неба. И далее святитель Игнатий приводит в пример преподобного Арсения Великого. Он, занимаясь рукоделием, всегда клал на колени платок, потому что постоянно предавался покаянию, и из глаз его постоянно лились слезы. А когда он почил, то Авва Пимен, имевший особый дар духовного рассуждения, сказал, «Блажен Арсений, ты оплакал себя в земной жизни, а тот, кто не оплакивает себя здесь, будет плакать вечно, ибо плача избежать невозможно, просто здесь он произвольный, а там в муках невольный». А патриарх Александрийский, услышав о кончине преподобного, добавил, «Блажен Нава Арсений, ты непрестанно помнил час смертный». Но сколько же противников таких слов и такой реакции мы встретим в наши дни даже среди христиан. Нередко люди, пребывающие в церкви, искренне возмущаются темой плача, слез, покаяния, которая, по их мнению, не должна быть главенствующей. Эти люди уверены, что постоянное покаяние, постоянное сокрушение сердца и памятование о своей греховности лишают нормального человека даже не радости жизни, а самой жизни. Потому сегодня споры радующихся и плачущих становятся все громче. И порой в них слышатся такие слова, «А когда жить, если надо все время только каяться, только плакать, готовиться к вечности?» Когда жить? Мы должны просто понять, что покаяние – это не та пародия, которую нам рисует Лукавый. Лукавый рисует покаяние как некий мрачный процесс, некое постоянное какое-то уныние, некое что-то такое, знаете, такое какое-то плоское, какое-то неинтересное, скучное и так далее. Процесс покаяния – это в первую очередь дар Божий. А дар Божий вот такими характеристиками, которые я сейчас перечислил, только кратко, он не обладает. И ведь отцы тоже пишут, что когда человек начинает каяться, у него и умиротворение приходит, примирение с ближним, примирение с Богом. Это очень глубокий внутренний процесс, обогащающий. Вот если, допустим, земные радости, ну, пожрал, прошу прощения, поел ты, допустим, вкусно, ну, снова голодный, да, ну, пьянку с друзьями устроил, ну, вдруг голова болит, ну, там, пофлиртовал ты, потом чувствуешь там, что-то там особое удовлетворение, что ли, получил, страсти, они потом снова требуют насыщения. А противоположность, борьба с грехами, она, конечно, мучительна, она, конечно, трудна, но этот труд, он не такой, он, знаете, надо как правильно его понимать, ну, просто как образ для начинающих, что называется, да. Вот ходить, учиться, ребенку наверняка тяжело, вот удобно у папы на руках висеть, ездить постоянно, да, лежать. А папа говорит, нет, давай надо учиться самому. И вот ребенок встает, делает шаги, падает, ему больно сначала, но руки-то папины всегда рядом, он всегда подхватит, где-то пожалеет, где-то пожурит, где-то настроит, где-то строгость проявит. Поэтому процесс покаяния, он как раз связан именно с этим, что когда человек начинает каяться, да, это борьба, это, конечно, проливание крови и пота, но оно не таковое, что человек выжатый, как лимон, понимаете, он внутри много что от Бога получает, потому что это дыры Божьей покаяния. И то, что ему давало наслаждение временное, да, оно потом его не привлекает, а наоборот, чем больше человек кается, тем больше он обогащается внутри, чем больше он начинает понимать, чувствовать, чувствовать не эмоции, там, не удовольствие, да, а чувствовать умиротворение, примирение с Богом. И когда он это чувствует, то никаких вот этих вот пьянок, гулянок, там, спектаклей, театров, там, кино, там и так далее, походы, там, поездки и так далее, яхты, пароходы, там и так далее, газеты, там, да, телеграфы, банки и так далее, оно все становится впрахом, потому что это все пустота. КОНЕЦ Знаете, когда, ну, занимаешься с людьми на приходе, мы, ну, нередко бывает, что человек, не понимая слова «любовь», допустим, не понимая слова, ну, так, как Евангелие понимает слово «любовь». Вот мы недавно с прихожанами снова вспоминали, как Господь говорит, кто меня, как его любить, да, кто меня любит, что он должен сделать, охать-ахать, там, наслаждаться, радоваться, что заповеди мы исполнят. Оказывается, вот, Господь вот так, так показывает, так выстраивает наши чувства по отношению к Нему, да. Радость мы не понимаем, мы уже зараженные вот этой современной цивилизацией, да, развратной, и плач мы понимаем не так, как он есть на самом деле. Плач как понимают? Вот, видят, вот обиженного человека, да, вот он, там, все несправедливо, все плохо, вот его злые слезы, вот это плач воспринимается человеком, да, современным. Или, там, больно ему, там, еще что-то, откуда у нас слезы-то идут? У нас же неблагодатные они, вот так, в обычной нашей жизни. Когда человеку, он плачет, значит, думал, что плохо, да, от чего-то плохо. А плач, о котором пишут отцы, надо просто нам изучать, самим читать, он другой, он не связан с мрачным лицом, с плохим настроением, озлоблением на близких. Это внутреннее глубокое состояние. Когда человек, видя свое несовершенство, проявление грехов, начинает плакать перед Богом. Внешне он, может быть, обычным христианином даже не заметишь. Кто особо невнимательный, он даже не поймет ничего. А христианин постоянно находится в таком состоянии, и под плачем как раз называется вот такой процесс внимания к себе покаянного. Покаяние сам процесс. Когда человек видит свои любви, тот же раскаивается, тот же просит Бога милости, помощи, и снова примиряется с ним. Этот процесс называется плач о грехах. А мы все вот эти вот карикатуры пытаемся изобразить, и потом с этими карикатурами бороться, не имея опыта. Ну, не имеем в этом покаянии, и начинаем придумывать. А отцы-то про другое же пишут, про другое совершенно. Поэтому, да, вот тот плач, который нам предписан здесь, плач о грехах, да, то есть покаяние о грехах. Мы должны выбрать, или плачем здесь, учимся плакать, да, о себе, о своем несовершенстве, о своих грехах, о своих страстях, которые развиты уже очень сильно. Или если не тут, то ты будешь плакать там. И как, наоборот, вот заповедь тоже такая звучит, вернее, предупреждение Божие, осуждение даже Божие, горе вам смеющиеся ныне, и вас плачете. Вот это как раз это и есть. Смеющиеся, опять же, надо путать, что если ты умиляешься от того, что твой ребеночек там сделал несколько шагов, это не смех. Вот смех имеется в виду, это как раз такое вот пустое уже, развратное такое состояние, когда человек перебутал радость вот как раз с этими наслаждениями греховными. Итак, мы закончили чтение главы «Разлучение души с телом», и из нее узнали, как будет совершаться такое разлучение. Напомним, это произведение святитель Игнатий писал в середине XIX века. И тогда уклад жизни наших соотечественников был мало похож на современный. И в том укладе было место для кончины ближнего, причем было оно совсем рядом. Ведь в те времена люди умирали большей частью в своих домах, в своих постелях, в окружении родных, близких, которые могли видеть, как происходит приготовление человека к смерти, как совершается исход души. И тогда, и в более отдаленные века, смерть понималась как конец земной плотской жизни, как разлучение души с телом и переход в жизнь вечную, духовную. А потому люди смерти не боялись и относились к ней по-христиански, с верой, с упованием на Бога, спокойно, мудро. Все это нашло отражение в русских пословицах, поговорках. Но используют ли их сегодня наши современники? Взять, например, такую. В семье и смерть красна. Многие ли из нас сегодня согласятся с этой проверенной веками мудростью? Наверное, нет. И кто-то решит, что в больнице умирать краше. Потому в наши дни личный опыт прощания с умирающим – явление редкое. А ведь именно в этом опыте можно обнаружить, что человек страшится своей кончины и от этого мучается. Или что он соглашается с волей Божией и умиротворенно принимает свой исход. Потери такого опыта делают нашу духовную жизнь и беднее, и ущербнее. Ну, действительно, вот одна из причин, почему родилось это произведение. Ведь святитель Игнатий, он долгие годы жил в монастыре рядом с Петербургом. И большой город, он дает определенное отношение к жизни, отношение к благам, к природе совсем другое, чем у человека, который живет в деревне, например, в традиционной среде. Как вот у нас в большинстве сейчас. Сейчас у нас в основном же городское население, да? И понятно, что в традиционной среде отношение к смерти было другое. Во-первых, это воспринималось как естественное ничто. Высокая была смертность детей, высокая смертность, небольшой возраст жизни человека, достаточно ограниченный, не как сейчас. То есть, по большому счету, по нашим представлениям, то умирали достаточно здоровые люди. И достаточно молодые. И самое-то главное, что вот этих примеров было очень много. На глазах у человека. И отношение к жизни было другое. Вот если у нас сейчас, мне кажется, более стерильное какое-то отношение. Вот деньги у тебя есть, ты можешь там все купить, там лекарства купить, врачей там заказать какие-то, продукты купить, это все. Дети часто думают, что молоко в пакетиках рождается и так далее. Фасованная морковка всегда. Не видят этого процесса зарождения жизни, умирания жизни. Можем рассуждать про то, что нельзя убивать животных, но кушаем котлетки хорошо, да, с пельменями мясными. А кто-то же этих животных-то убивает вообще-то. Они же не сами в пельмешки превращаются, правда? В котлетки и в пирожки. А у человека традиционной культуры это все было на глазах. Как рождался этот цыпленочек, да, как он потом рост, как он там в петушка превращался, как потом петушок в суп там шел, какой-то процесс, вот как жизнь смелит, да, это все осознавалось, понималось. И в том числе и жизнь самого человека. Вот рождался человек, да, в семье, воспринимали его, встречали, как он рос вместе со всеми, как воспитывался. И как этот ребеночек мог видеть, как его дедушка, бабушка умирают. И умирали, конечно, в хоспис их не сдавали, в пансионаты их в доме престарелых не сдавали, обезболивающих, как у нас не было сейчас, да. То есть вот это действительно и высокая смертность, и естественность вот этого самого процесса жизни человека, она давала увидеть, как умирают люди. А сейчас часто бывает, знаете, взрослый ребенок, а родители еще думают, вот бабушка там умерла, а дедушка, повезти или не повезти на похороны. И в противоположность, наши церковные дети у нас, они каждый день крутятся там у прихода, и для них уже неудивительно там гроб занесли, вынесли, даже не обращают внимания. Вот тоже как в традиционной среде, наверное, уже больше такое восприятие, более спокойное, без истерик, без каких-то вот экзальтаций какой-то. Это часть жизни. Смерть – это часть жизни, так скажем. А те петербуржцы, которые окружались в Игнатии, наверняка уже тоже были похожи на нас, вернее, мы уже похожи на них, и им нужно было напоминать вот об этом всем. Играет музыка Традиционная среда, да, она давала возможность увидеть, как умирает человек. Или мучение человека, или наоборот праведную кончину, когда человек умирал правильно, по-христиански. Вот мы же молимся тоже на каждом богослужении о непостыдной мирной кончине. Вот мирная, она должна быть, ну, нам не пониматься, мирная не обязательно в мирное время или какие-то мирные обстоятельства. А мирная, значит, мы примирились, с Богом примирились. И непостыдная не в том, что, допустим, тебя взяли, растерзали волки на арене Колизея, или медведи какие-нибудь, а непостыдная в плане Христова, чтобы человек не в грехах умер, а как раз в покаянии умер. Вот, поэтому вот этот опыт и предсмертный, да, и опыт, когда ребенок видел, и, ну, не только ребенок, все члены семьи видели, да, как с молитвой, допустим, умирает их родственник, у них, конечно, это было совсем другое. Опыт, во-первых, действительно опыт, что такое опыт, когда что-то можешь перенять, да, увидел другого и можешь перенять, как относиться к этому, как самым опытом на это реагировать. А у нас получается такое, выщелкивание из жизни. Вот человеку плохо, да, там, и раз, или, допустим, он умер, ведь в деревенской традиционной среде, ведь человек находился и в гробу, тоже в доме, находился там три дня, да, на третий день хоронили. А сейчас где у нас человек умер, его отвезут в морг, там еще напудрят, и он выглядит там красивее, чем он был в жизни, на похоронах, на пиване. Нередко такое можно встретить. Потому, встречаясь даже с таким уродливым, нехристианским отношением к смерти, нам важно не сбиваться с того верного курса, который указывает святитель Игнатий. «Великое дело», — пишет он в одном из писем, — «помнить смерть и понимать ее значение». От этого памятования и понимания жизнь человека может совершенно измениться и даже сделаться богоугодной. Подтверждение тому мы находим в последних главах романа Шмелева «Лето Господне». Там мы видим, как переживает мальчик Ваня болезнь и смерть отца. Поначалу ему трудно смиряться с происходящим. Он ропщит, он спорит с Богом. Но благодаря добрым советам и подсказкам старшего друга и наставника Горкина Ваня преодолевает этот духовный кризис. А помогает ему пережить и принять эту трагедию, традиционный уклад православной жизни, в котором есть свое законное место и праздникам, и скорбям. Вот мальчик видит, как старшие зовут к отцу священника, как его соборуют, исповедуют, причащают перед смертью. А вот сам он вместе с другими детьми прощается с папенькой, принимает от него последнее благословение. В наши дни и взрослые, и дети в большинстве своем лишены этого, и потому отношение и к жизни, и к смерти в обществе деформировано. Но у кого-то еще есть правильные понятия, ну или хотя бы их начатки. За примерами отцу Андрею далеко ходить не надо. Их он в свое время в определенном месте повидал немало. У меня было служение в пансионате для престарелых. И у директора, он скончался сам уже, у него было правильное понимание, что те котомки, с которыми бабульки тебе пришли, вот их не трогать, а чтобы они у них были. А что в этих котомках было? Ну у некоторых, конечно, не у всех там же. Больше половины там комсомолки. На смерть готовили ли одежду себе люди? То есть они об этом задумывались. Не просто так шел, подскользнулся, упал, очнулся, и вот тебе ангелы уже истяжут душу у тебя. А люди готовились действительно. И задолго, может быть, он десятилетиями этот человек жил, но у него готова была смертная одежда. Он уже думает об этом, понимаете? Это совсем другое уже настроение. Вот есть эскетический такой прием, я сейчас точно не могу сослаться, кто это точно сказал, да? Помни заднее твоё, то есть помни смерть твою, и не согрешишь. И вот представьте, человек, ну засуетился, он начал перебирать свою одежду, и он увидел вот эту свою котомочку, которую он подготовил для погребения. Наверное, у него какие-то мысли другие рождаются, чем как у нас в суете живущих. То есть человек действительно готовился. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ